МИГРАЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ МИГРАЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ МИГРАЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ МИГРАЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ МИГРАЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ МИГРАЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ Георгий, к вам сначала вопрос Справедливы ли эти заявления Действительно ли есть такая информация Что сегодня планируют создание нового ведомства Вы знаете, сколько я живу Все время слышу какие-то новые Такие нововведения По поводу либо нового ведомства Либо каких-то служб Либо каких-то инициатив По вот этой миграционной теме Которая сейчас очень больная Особенно после таких терактов И вообще, как бы сказать Такого напряжения, которое в нашем обществе По этому вопросу есть Ну, вполне возможно Что такое ведомство будет создано Ну, я вспомнил, что было Федеральная миграционная служба Потом, как бы, она была Фактически распущена Там все в МВД передали Потом там еще куча всяких Таких вот трансформаций произошло Но, по сути, миграционная проблема Становится все острее и острее И в этом отношении, мне кажется Нужно не только думать О создании какого-то бюрократического аппарата Который будет там как-то контролировать Детелоскопировать Или еще что-то делать с миграцией А вообще подумать о принципах Миграционной политики О визах О не просто ужесточении А о принципиально другом подходе К этой политике Вот в этом, кажется, мне главная роль Сейчас государства А вот после того, как мы поймем Какая нам нужна миграция Нужна ли она вообще В каких объемах Какая угроза от этой миграции И так далее Потом уже можно под вот эту задачу Под эту политическую линию Выстраивать какие-то административные И законодательные инициативы Вячеслав, расскажите, пожалуйста Вот сегодня миграция Все-таки какая преобладает? Это экономическая миграция? К нам на заработки сюда приезжают? Или по каким-то другим причинам? Ну, наверное, два потока По-прежнему остается Ну, надо просто вспомнить историю Скажем, в 90-е годы Это в основном миграция Это было переселение Наших соотечественников Ну, практически этнических русских Прежде всего Которые возвращались Вот из этих стран Из бывших советских республик Вот их было до 92-го года Там где-то мы вернули Наверное, порядка там Восьмидесяти миллионов Вот А начиная с 98-го года И дальше по нарастающей Шел поток трудовой эмиграции Сейчас вот, собственно говоря Два потока существует Трудовая эмиграция И, опять же, вот Возвращение, там, скажем Сотечников Или даже не столько Сотечников И именно этнических русских Но и даже граждан Этнических таджиков Узбектов Там, азербайджанцев И прочее Ну, тоже принимающих Гражданство России Ну, то есть, получается Что все-таки преобладает Пока трудовая эмиграция Да, судя по вашим словам Да, пока однозначно Даже те, кто получает гражданство Они получают гражданство С целью для того Чтобы проще трудиться здесь Это тоже, кстати, проблема большая Которую мы не обращаем внимания Когда мы меряем потоки Вот сколько у нас сейчас Находится от мигрантов Трудовых Мы считаем Тех, кто получил патенты Там, ну, еще плюс нелегально А я бы с тобой Отнес еще Большую категорию граждан Вот Таджикистану, Убекистана Кто получил у Азербайджана Которые получили гражданство И которые, собственно говоря Практически остались Трудовыми мигрантами Мы сегодня на четвертом месте Находимся по, собственно, миграции После США Саудовской Аравии Германии Сергей, а почему у нас Тогда на сегодняшний момент Вот такое странное Миграционное законодательство Что у нас, казалось бы Еще нет дактилоскопии Еще нет каких-то специальных Регистрационных норм Которые бы помогали нам Да, как-то вот урегулировать Все-таки поток мигрантов Ну, вообще, я хотел бы Для начала уточнить Что у нас вот Те лица, которые Граждане Которые приехали к нам С территории Украины Да, и которые составляют Значительное число Они тоже мигранты Вы имеете в виду Сейчас новые территории Кто получил паспорта Да, новые территории вообще С Украиной Потому что вот эти вот Миллионы, да Которые вот за последние годы Это тоже мигранты Вот А что касается Если вот, скажем Концентрироваться только На трудовых мигрантов Которых нам едут С точки зрения, так сказать Заработать, да Обеспечить там Свои семьи, себя Да, это вот Скажем Те традиционные Из Центральной Азии Которые Что касается Вашего вопроса Насчет дактилоскопии Фотографирования Этот вопрос Он уже муссируется Достаточно давно Это сейчас Вот сейчас В данный момент Да, в связи с тем Что готовится Новый законодательный акт Да Проект федерального закона Который вы знаете У вас есть, так сказать Было мероприятие В редакции Вас знакомили Там, так сказать Это дело вносится Теперь в качестве нормы Поэтому Почему Почему до сих пор Этого нет Ну, вы знаете Это, в общем-то Скажем так Непростое Мероприятие Оно и с точки зрения Так сказать Затрас С точки зрения Технического обеспечения И с точки зрения Нормативно-правового обеспечения То есть Есть такой клубок Всех этих вот вещей Потому что Надо, так сказать Понять Где Кто Как Каким образом На какой срок Все это дело Вот вы говорите Надо понять Но неужели До сегодняшнего дня Не было понятно Что к нам въезжают люди Из других государств На какой срок Зачем Для чего С какой целью Ну, вы знаете Я с вами согласен Почему Потому что Вот коллега Так сказать Сказал Обратил внимание На такую Скажем Основополагающую вещь Что надо сначала Понять Какие у нас Потоки Мигрантов Да Кто Кто С какой целью Въезжает На какие сроки Да Так сказать И какие их цели А потом уже Соответственно Так сказать Поняв Да Разложив Все по полочкам Принимать Какие-то решения Ну, вы знаете Вот Раньше Ну, так И приблизительно Так В пределах Там Восьми-десяти лет До того Как вот Началась эта эпопея Так сказать Вот Скажем так С Украиной Я еще имею ввиду И Донбасс тоже Вот здесь Вот в этом Месте Да Так сказать Достаточно регулярно Собирались Круглые столы Вот по миграционной теме Вот А давайте разграничим Просто может быть Неправильно понимаем Но Украина Это не беженцы ли С территории Украины Кто Обращается за Этот человек Имеющий статус беженца Он должен его получить У нас Статус беженца Единицы получили А по сути Это Как говорит коллега Правильно Это мигранты А поэтому мы относим Их к категории мигрант Мигранты Понимаете Это такое широкое понятие Согласен Тут можно и туристов В принципе К мигрантам Отнести В какой-то степени А вот А с какого срока Начинается категория миграции То есть На сколько дней Нужно въехать в страну Чтобы получить Вопрос Он заключается в том Что есть понятие Официальное Кто такой мигрант Человек Который живет В одном месте Переезжает В другое место Здесь Мигранты Могут быть внутренними То есть Вы сейчас В Москве живете Потом вы поехали Работать Скажем В Питер Вы тоже будете Там мигрантом Но внутренним А есть внешние мигранты Мигранты Опять же В зависимости от цели Они тоже На разной категории Делятся Мы как правило Озабочены Трудовыми мигрантами Понимаете Все остальные Мигранты Мы как бы Они более-менее В порядке Почему только Трудовыми мигрантами Трудовые мигранты Если вы Сейчас Как бы Эту тему Готовили Вы понимаете Что основная Проблема Это Скажем Мигранты Которые к нам Приезжают С целью поработать Кто-то из этих Мигрантов Так сказать Поработав Возвращается Домой Спокойно А кто-то Так сказать Поработав Находит Какие-то Способы Есть такие Способы Вот Они тоже Так сказать Прописываются Законе Он получает Скажем Так В нынешнем Скажем Измерении Это вид на жительство Или там Разрешение На временное пребывание А кто-то Даже и Умудряется Получить Так сказать Гражданство Российской Федерации Да И он тогда Так сказать Из Разряда Из категории Трудовых Мигрантов Переходит В разряд Граждан Российской Федерации Такие тоже Есть И достаточно Много Вот И способы Кстати И легальные Нелегальные Тоже существует Это проблема Большая Вот Если вы знаете Сейчас Так сказать В Госдуме Выступили Так сказать С инициативой Запретить Фиктивные браки Фиктивное усыновление Это тоже Причина Повод Так сказать Не повод А скажем Способ Получения Гражданства Это Незаконные И все-таки Вячеслав Скажите пожалуйста Нужно ли это Новое ведомство И вот Что получается МВД не справляется Со своими обязанностями Почему нужно Создавать Новую Структуру Которая Возьмет На себя Все Уже Имеющиеся Функции И видимо Добавит Какие-то Новые Вот Видите Даже Мы здесь Собрались И сколько Мы всяких Оттенков И деталей Находим В этих Миграционных Процессах Ну Древние Внешние Мигранты Трудовые Постоянные Мигранты Которые Приезжают У кого Где Экономически У нас Вообще Смазаны Границы Между Трудовыми Мигрантами Тех Кто Хочет Здесь Жить Вот Потом Вопрос Адаптации Интеграции Даже Тех Кто Получил Гражданство Из трудовых Мигрантов Они тоже Не адаптированы Интегрированы То есть Масса вопросов Которые Не урегулированы Ни на законодательном Уровне Вот Не в инфраструктурном Институциональном Уровне Вот Все это Приводит К определенным Проблемам Социальная Напряженность Напряженность На рынке Труда Собственно Говоря Ну вот Не знаю Насколько Эта прямую Связь Имеет Ну в общем Имеет Связь Террористические Действия Насколько Я знаю Что вот Во время ИГИЛа Когда Весь мир Боролся С ИГИЛом И вот По данным По крайней мере Западных Источников Кто этим Занимался Больше Всего Было Рекрутировано С территории Российской Федерации Именно Мигрантов Не Российских Граждан А из числа Трудовых Мигрантов Мигрантов И Рекрутировано В ИГИЛ То есть Проблемы Существуют Видите Сколько Здесь Много Всяких Проблем И аспектов Которыми Надо Решать От Терроризма До Рынка Труда Юрий Московский К нам Присоединился Директор Информационно-аналитического Центра Прогноз Юрий С вашей точки Зрения Почему До Сегодняшнего Дня У нас Так мало Урегулировано В области Миграции Во-первых У нас Урегулировано Очень много Некоторые Вопросы Даже Зарегулированы Вот Мне кивают Мои коллеги Говорят Что так Оно и есть Вот Потому что У нас Массовая Трудовая Миграция И уже Четверть века Она пошла Года с 98 Именно массовая Именно трудовая Миграция Не беженцы А в чем Перерегуляция Это вот Это самое Почему Так много Вы говорите Зарегулировано И сейчас Мы Ну ты еще раз Говорится Много проблем Административных Правонарушений Соответственно Выдворения Любых Говорят Много лет Уже говорят Что надо Какую-то Коррективу Вносить Транжироваться Потому что Есть разные Степени Административных Правонарушений Это вот Такой Наиболее Такой Известный Вопиющий Момент А потом Если вы Посмотрели Сколько Надо документов Для оформления Проживания И всего остального Причем Опять Разговор О том Что нужен Единый Электронный Какой-то Документ Пластик Опять Разговоры Ведутся Уже Лет 15 То есть Вот как Появился Пластик Как таковой Так и Пошли Разговоры Что хорошо Бы Вот все Это Вот туда А не Чтоб он Сходил Там С десятью Бумагами Которые Показывал И прочее 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 Причем Самое Смешное В этой Истории Что Любое Ужесточение Или Как Улучшение Ведет К тому Что Создается Масса Всяких Организаций Которые С это Получают Деньги Причем Ощущение Что Собственно Когда Готовится Какой-либо Законопроект Что Вот Маленький Свечный Заводик Уже Закладывается Туда Изначально Типа Ага Мы Заделаем Экзамен По русскому Языку Вроде Святое Правильное Дело Всецело Поддерживается А потом Внезапно Возникают Десятки Всяких Организаций Которые Проверяют Русский Язык Но На Более Льготных Условиях И Соответственно Все удивляются Почему же Вроде бы Документы У него Есть Знаний Никаких Нет Но Тем более Еще Очень важный Момент Какова Степень Должна Быть Знания И Владение Наши Российские Студенты Думают Что они Владеют Английским Но Когда Они Куда Приезжают Все Издеваются Над Русским Акцентом А всем Остальным Сам Такой Что Называется Был Вот То есть Опять Степень Владения Чего Человека Надо Чтобы Он Работал Или Чтобы Он Говорил На Языке Без Акцента Заметь Что Всякие Негодяи Которые Воюют Против Нас Они Прекрасно Говорят По-русски Зачастую Без Междометий Даже Если Хотят Но Иногда С легким Суржиком Еще Чем Один Народ Правильно То есть Язык Это Важнейшее Свойство Не Панацея Всего И Вся Или В другой Момент Давай Визу Сделаем Сделать Визу Это Означает Что Опять Сотни Боковых Контор Где Можно Будет Получать Визу То есть Ничего Не Поменяется Как Было Напомню У нас В стране Находится 2,5 Миллиона Иностранцев С целью Работы То есть С вашей С точки зрения И новое Ведомство Это Просто Новое Ведомство Это Нужно Оно Необходимо Потому Что Проблема В том Что Миграционные Вопросы Они Специфические Сложные И Отдавать Все Это На Силовому Ведомству Который Не знает Массы Нюансов А ведь Миграция Там Масса Нюансов Силовое Ведомство Занимается Хорошими Вещами Федеральное Агентство По делам Национальности Есть Главное Управление По вопросам Миграции МВД Есть Чего Нам Конкретно Тогда Не хватает Казалось Они Должны Поделить Между собой Не надо Делить Надо На мой Вдно Повысить Функции Причем При них Надо Сделать Спецназ Специализирован О чем Опять Лет 15 Говорю Потому Что Есть Специфические Вещи Когда Вы Проводите Задержание Иностранных Граждан Даже Живущих В общежитиях Есть Нюанс И Просто Посылать Туда ОМОН Я Был Там Свидетелем Когда Общежитие Женщины Дети У меня Ощущение Было Что Я На Съемках Фильма Облаву Где Нибудь Я Участник Облавы Только С другой Стороны Женщины Рыдают Дети Плачут Мужики Удоль Стенки Построились Зачем Как Зачем Из-за Нелегальное Общежитие Как Проверить Вдруг Там Бог Знает Кто Живет Проверять Тоже Надо Но Сейчас Уже Этого Нет Это Лет Десять Назад Было Лет Десять Назад Была Колоссальная Проблема Нелегальных Общежитий Принимал Участие В том Чтобы Стало На Порядок Меньше Во всяком случае Около Кремля Нелегальных Общежитий Как Это Было Раньше Уже Нет Это Хорошо Если Ее Официально Зарегистрированы Но Регистрация Стоит Денег Есть Конторы Которые Вас Регистрируют И так Далее И так Далее Правда Я надо Говорю Ну Сорок Процентов Все равно Живут Там Где Надо Вроде Зал Наполовину Полон Или Зал Наполовину Пуст То есть Регистрация Вроде Нужна С одной Стороны А с другой Стороны Для Более Чем Половины Иностранных Граждан Это яркий показатель Когда Думали Что в Москве 9 миллионов Человек Оказалось Что 11 С половиной Причем За счет Российских Граждан Которые Жили без Регистрации Проблема У нас Не только В мигрантах Которые Из-за рубежа Нет Проблемы Внутренней Миграции Они иной раз Ну Если мы Вспоминаем Манежную Площадь Вот события На Манежной Площади Там же Все Возникли Не из-за Иностранных Граждан Которые Приехали С целью Работ А из-за Граждан Российской Федерации Которым По мнению Тех Кто Вышел На несанкционированные Мероприятия В районе Манежной Площади Говоря Юридическим Языком Показалось Что органы Правопорядка Относятся К жителям Ряда Регионов Российской Федерации Все не так Как остальным То есть Они требовали По их мнению Справедливости Ну и Совсем Вытекающим Последствием Причем Это была Мощная Информационная Тоже волна Это все В сетях Разогревалось Нагнеталось Причем Это Проблем Реально Была Потом Как-то Вот этого В сетях Стало меньше Об этом Стали меньше Говорить Как Кнопку Кто-то Выключил Но давайте К мигрантам Вернемся Так Это тоже Мигрант Под кого Мы имеем Ввиду Под словом Мигрант Мы понимаем Что это Такое Общее Понятие В котором Нет четкой Конкретики Есть понятие Иностранные Граждане Иностранные Граждане Прибывшие Целью Работы Другая Категория Иностранные Граждане Из стран Евразийского Экономического Союза Третья Категория Иностранные Граждане Из Узбекистана Четвертой Категории Иностранные Граждане Из Таджикистана Пятая Категория И везде Есть куча Специфик В том числе Юридического Характера И когда Все это Мешается в одну кучу. Да, кстати, могу напомнить маленький факт. Я интересы ради посмотрел. Иностранные граждане совершили в нашей стране за прошлый год 11 тысяч тяжких, особо тяжких правонарушений. Колоссальное число. А российские граждане 486 тысяч. Ну, вот. А ощущение, когда читаешь сети, там, смотришь и прочее, прочее. Иностранные граждане сидят в наших тюрьмах где-то 4%. Это чья статистика? Это официальная статистика. Можете зайти на сайтах органов. Просто для наших зрителей. Да, это не я считаю. Это просто дело в том, что... Посмотрите, там есть особое юридическое понятие. Тяжкие, особо тяжкие. 11 тысяч тяжких у мигрантов и 480 тысяч тяжких у россиян. Правильно я понимаю? У нас 23 тысячи убийств в прошлом году совершено было в стране. Социальные данные. Ну, посмотрите. У нас, по-моему, 8 тысяч убийств. Понимаете, в чем дело? Тут жонглирование цифрами, статистикой и, как бы сказать... Я же не жонглирую, я их просто привожу. Давайте не будем приводить, не ссылаясь на конкретный источник, потому что мы сейчас можем, как говорится, сказать все, что угодно. Да, это я согласен. Просто тут есть одна проблема. Во-первых, никакого спецназа дополнительного не нужно. Зачем? У нас будет везде, в любом ведомстве, что ли, свой спецназ, да, который будет выполнять какие-то функции. Иногда спецназ, там, новый миграционный служб будет встречаться случайно со спецназом ОМОНа, который будет один дом штурмовать, потому что там есть террористы, а там есть, как бы сказать, нелегалы и так далее и тому подобное. У нас надо понимать, что эта проблема, почему после Манежной площади пошла так чуть-чуть на нет. Да потому что у нас, это признают органы государственной власти, органы включили нулевую толерантность ко всем преступлениям, связанным с вот этими межнациональными историями. Ни для кого не секрет, что очень часто, почему это все вышло, вот эта Манежка, это уже была последняя капля. До этого было очень много случаев, когда фактически преступники были задержаны по каким-то странным стечениям представителей, никого не обвиняю, выпускались из отдела полиции, соответственно, после того, как туда подъезжали какие-то, так скажем, их родственники или представители диаспор. Надо говорить четко и ясно, у нас эта проблема очень больная. Никто из террористов, которые как бы, вот сейчас вот этот страшный террористический акт, там россияне именно такие, коренных там не было, да. У нас есть проблема религиозного экстремиста, кто там в этих, так скажем, диаспорах, кто там в этих миграционных кругах, какие идеологии. Мы же не можем приравнивать террористов в Крокусе к мигрантам, правильно вы понимаете? Они же приехали, как бы дело сделали и уехали. Нет, есть проблема преступной, ну как бы сказать, среды, так называемой, да, которая может быть питательной средой для всяких террористических акций. В свое время, прошу прощения, в Чечне такая среда была, и она время от времени, не только в Чечне, но и в Северном Кавказе рождала террористические акты и так далее. И государство тогда, в 90-е годы, правильно сделало, она совместила, она стала бороться с терроризмом, и, соответственно, уничтожая среду, которая вот это рождала, поддерживала пособников и так далее и тому подобное. И, слава богу, эта проблема была решена. Но у нас сейчас почему-то, я не понимаю почему, происходят события, которые объяснить логически, кроме как коррупционные или чьи-то заинтересованности, невозможно. У нас огромный поток мигрантов, которые, зачем они здесь находятся, непонятно. У нас территории даже есть на, так скажем, Подмосковье, на окраинах Москвы, которые, ну, вечером пройдите по улицам, там только мигранты. И причем ведут они себя далеко не очень правильно. Я же советский человек, я интернационалист, я за дружбу народу. Но мигрант, например, 98-го года, трудовой, он качественно отличался по образованию, по культуре и так далее от мигранта, который сейчас приезжает. И, соответственно, нам нужно понять государству, потому что это национальная безопасность, что делать с этими процессами. Либо мы можем сейчас попытаться остановить вот этот вот миграционный поток, который непонятно чего. Человек сюда приезжает, поработал два месяца на стройке, обратно уезжать не может, либо не хочет, либо его выгнали. И вообще непонятно, что он здесь остается. И что он здесь делает, какими занимается делами, никому это неизвестно. И потом мы, к сожалению, видим, что вот такие межнациональные, как бы сказать, вещи происходят. Поэтому я завершаю, хочу, я скажу, что нам нужно понять вообще, нужна нам миграция, какая она нужна, зачем она нужна, в каких регионах она нужна. И есть ли возможность вот этой вот беды, которую у нас сейчас везде, как бы сказать, избежать. И вот отсюда вытекают более жесткие рамки, я так понимаю. Да, в том числе. И правила, и критерии. Вячеслав, а вы согласны с тем, что уровень мигрантов действительно меняется, какими они были раньше, какие они есть сейчас? Вот с этой мыслью. Ну, опять же, знаете, вот здесь как бы трудно сказать однозначно, да? С одной стороны, да, раньше приезжали все практически со знанием русского языка. Понятно. Почему? Потому что были учителя русского языка, все учились в советских школах и так далее. Это все понятно было. Русский язык был практически, ну, он был государственным, да, и даже во многих заменял общение, был в приоритете по отношению к своему, там, да, традиционному, национальному. Вот. Сейчас, ну, сейчас люди приезжают разные. Вот последние исследования, я бы, знаете, все-таки отталкивался от исследований. Последние исследования были, года два назад проведено, было МГУ и Федерация мигрантов. Вот. Оно показало, что у нас 20% из числа мигрантов имеет высшее образование, между прочим. То есть не все так плохо. Да, да, который знает русский язык, который обладает квалификацией неплохими. Вот. Если вы посмотрите там даже, это даже визуально видно, если вы зайдете в поликлиники, да, там врачей полно, в общем, да, выходцев из Центральной Азии или за Кавказе, скажем. И так же везде. Там, ну, это же требует квалификации, все. Их принимали, их устраивает, их работа. Я знаю лично там хирургов прекрасных. Ну, в общем, неважно, там, личные примеры. Короче говоря, вот. Поэтому сравнивать так просто, да. А есть те, которые приезжают из дальних там, да, территорий, кишлаков, аулов и так далее, вот, где по объективным причинам в школе не преподавался русский язык. Понятно, в Таджикистане там после войны гражданские, вообще русский УЕ, какие там учителя русского языка. В Узбекистане наш друг Рахимов вообще запретил преподавание русского языка. Поэтому мы получили вот из дальних регионов людей, которые не знают, собственно говоря, русский язык. Вот видите, мы как бы получили такое поляризованное вот это вот миграционное сообщество. Ну, русский язык русским языком. А все-таки, Сергей, вот как эти самые цели, да, их приезда, вот как их загнать в какие-то рамки, если мы говорим о том, что мы не понимаем, для чего у нас большая часть мигрантов сегодня приезжает. Не, ну что, знаете, загнать? Не надо никуда загонять. Нет, ну если ужесточать законодательство, должны быть критерии, да, ты должен, понимая... Это вот слово ужесточать, оно такой, по-моему, носит характер несколько... Ну, не все понимают, что значит ужесточать. Есть законодательство, да, вот, скажем, вот проект закона, о котором мы говорим. Вот сегодня, смотрите, захочу я переехать в другой город. Вот вдруг неожиданно такой... Понимаю, что хочу в Сочи. У меня же никто не спросит, даже как у внутреннего мигранта, а зачем вам в Сочи? Вы туда работать едете, вы туда отдыхать едете, не знаю, там, при том, что там нет недвижимости, скажем, каких-то еще там, опять же, вещей, за которые можно было бы зацепиться, переезжая туда. Нет, вы... И меня никто не проконтролирует. Нет, вас просят. Вы, если приедете в Сочи, да, вы, соответственно, с законодательством должны зарегистрироваться там в течение 7 дней. А если нет? По приезду. И поэтому, когда вы там будете регистрироваться, вам эти все вопросы зададут, для чего вы приехали, да. А если не регистрироваться? Если не регистрироваться? Ну, не регистрироваться, значит, вы будете, как говорится, нарушить законодательство со всеми вытекающими постами. Хорошо, купить регистрацию, никуда не обращаясь ни в какие органы, заплатить денег. Можно и так, это тоже называется нарушение. Вы знаете, мы знаем, что у нас граница, как раньше говорили, на замке. Но, понимаете, если речь идет о людях неподготовленных, если кто-то подготовленный хоть нарушит границу, ну, наверное, спланировав и все это делал, можно ее нарушить. Ну, со всеми вытекающими последствиями, понимаете, это единичный случай. То же самое про мигрантов, понимаете. Ну, вот смотрите, если сегодня хотят ограничить пребывание до 90 дней в течение года. То есть, я могу приехать на три месяца, получается, в году, побыть в стране просто так. Дальше, я так понимаю, там идут надстройки. Если я приехал по работе, то мне работодатель оформляет, соответственно, официальный запрос. И вот тут уже государство начинает понимать, зачем я сюда приехал. Он понимает, я мигрант, я приехал работать, я вот здесь зарабатываю, плачу налоги и так далее, и так далее. Почему до сегодняшнего дня, получается, люди могут приезжать просто так бесцельно? И вот отсюда появляется мнение о том, что огромное количество людей, которые непонятно чем занимаются, на рынке или торгуют, или нет. Ну, это не совсем так. Они не бесцельно проезжают. Когда человек пересекает границу, он заполняет соответствующий документ, миграционную карту, где он указывает свою цель въезда. Зачем он? И люди, которые эту карту принимают, смотрят, они, так сказать, да... Ну, смотреть это одно, а контролировать это другое. Да, значит, дальше с этой карты он прибывает куда? В то место, куда он направляется. Соответственно, должна быть какое-то там принимающее лицо или принимающая организация, которая также, так сказать, смотрит, потому что он должен там зарегистрироваться. Как вы говорите, да, там попутно могут быть, конечно, нарушения какие-то. Вот человек, так сказать, приехал с одной целью, начал другими делами заниматься с другой целью, да, хотел он туда поехать, так сказать, приехал в другое место. Конечно, полно таких случаев, собственно, они, вот эти нарушения, они влекут за собой вот почву, да, на которой, так сказать, плодится вот различные нарушения. Но, понимаете, как, все это регулируется законом, да. Да, у нас, так сказать, есть сейчас законы, да, которые это все регулируют, несколько законов. Вот, и сейчас делается, так сказать, их сводят в одну кучку, да, и пытаются, так сказать, сделать что-то такое хорошее. Хотя, вот так, если посмотреть внимательно, там тоже всяких разных, скажем так, противоречий, видимо, в законе. Ну, не противоречий, а, скажем так, белых пятен, нерегулированности полно. Вот, вы задали вопрос про это ведомство, да, ну, это пока на уровне слухов. Хотя, с другой стороны, если посмотреть, да, вот, где Минтруда со всеми этими вытекающими последствиями, которые регулируют рынок труда, да, где участвует, где он, да, и вот, он пока за бортом. Вот, межнациональные отношения, коллега не даст мне соврать, да, это в основном-то межнациональные отношения внутри государства. А что касается мигрантов, это отношения уже государства с иностранными гражданами. С иностранными гражданами, неважно, какой они там национальность. То есть, это разные, по сути, иерархии. Тут одни контролируют одно, другие контролируют другое, и пока мы понимаем, что в новом ведомстве очень многих оставляют за скобками. Да, очень много. Я считаю, что в нынешнем понимании это такая очень проблематичная задача. Взять, скажем, МВД, Главное управление внешней миграцией, сколько у нее территориальных органов по территории России, которые этим вопросом занимаются. Значит, что получается, если ГУВМ передадут в новое ведомство все эти территориальные органы, тоже передадут туда. Это же, знаете, какие гигантские учреждения получаются. Получается такая бюрократическая машина. Да, и понимаете, мы получаем межнациональные отношения, спутаем в один клубок с регулированием миграции, что из этого получится, мне кажется, большой вопрос. Тут еще важно, что законодательство может быть одно, а правоприменение совершенно иное. Тут еще надо говорить о правоприменении, потому что, например, если по закону человек, находящийся здесь, больше определенного срока подлежит административному и так далее, со всеми последствиями, то очень часто мы знаем, что есть территории, на которых эти законы не действуют. Например, у нас, если строительный комплекс, стройка какая-то или какое-то предприятие использует незаконного мигранта, у них штраф, по-моему, 800 тысяч рублей. Миллион. Да, уже сейчас повысил. Изначально был миллион для Москвы, области. Но мы же понимаем, что очень часто бывают совершенно другие, когда кто-то приходит, там им какую-то коррупционную квоту отдают, и все уходят. И потом выясняется, оказывается, на каком-то там заброшенном промзоне работают там вьетнамцы или какой-нибудь цех китайцев, каких-нибудь там подпольных. Не обязательно заброшенные промзоны есть у нас абсолютно на территории города. Но просто, еще раз повторюсь, нам нужно понять вообще наше место, их место в экономике, в социальной политике, в культурной политике и так далее. После того, как мы поймем государство, общество, мы должны уже вырабатывать политически и административно под это решение. А кто должен понять юриду? И кто может здесь помочь? Пункт первый. Вот если кто-то не понимает, ну это мы, государство, общество. Работодатель прекрасно понимает, зачем у него работает работник. Работник, кстати, прекрасно понимает, зачем он едет к работодателю, зачем он меняет работодателя. Тоже, кстати, проблема. Приезжает к одному, значит, потом уйдет на другие условия, там народ жалуется, хотим крепостного права, в буквальном смысле слова. Значит, конституция. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительство. Статья 27. Я просто напомню. Потому что вот иной раз основные законы многие не считают. Статья 27. Прибыл, законно находится, имеет право поменять. Опять же, а что входит в понятие законно находится? Заполнил все документы и подал их в нужные ведомства? А вот дьявол всегда прячется в деталях, потому что можно даже вот эту статью Конституции так вот зарегулировать. Или, мол, я закон не нарушаю, сижу спокойно, подчиняю примус, никого не трогаю, знаете, пересек границу. Да, пересек границу. У нас действуют правила 90-180. Человек имеет право, иностранный гражданин из государства СНГ, находиться на территории Российской Федерации. В течение 180 дней, 90, просто так, в гости к бабушке приехал, там еще что-то. Да, это, скажем, лазейка для нелегальной работы. Реально люди приезжают подработать. Да, потому что достаточно выехать в Беларусь, вот тут недалеко, грубо говоря, вернуться обратно и обнулил сроки. В определенной, нет, там в течение 180 дней только 90 можно находиться, это все считается, это компьютер работает. Но другое дело, что за два месяца, вот сезон уборки, он приехал на два месяца, помидоры пособирал, что называется, по одним рассынкам, налоги не заплатил, уехал. Но здесь сразу возникает вопрос, а правоохранительные органы, находящиеся на территории, они что, не знают вообще ничего? Быть этого не может, они все знают. Так вот про коррупцию речь, раз, во-вторых, еще здесь работодатель, я вот в общественной палате работал именно как раз в комиссии по трудовым отношениям. Так вот, я могу уверенностью сказать, по отношению к мигрантам работодатель в огромном количестве случаев нарушает трудовое законодательство. И, соответственно, вот эта эксплуатация дешевой рабочей силы, без социальных гарантий, без соблюдения трудового кодекса. Даже без соблюдения, я думаю, рабочего дня. Там нормы плавают еще как. Это норма. Беда в том, что это не только по отношению к иностранным гражданам, это по-российски. Например, совместитель вузовский не имеет права работать больше четырех часов в день. Этот вопрос мы уже обсуждали. Реально посмотрите, сколько работает. Но, тем не менее, мы видим, что по отношению к мигрантам это массовое явление. Массовое. И поэтому работодателю очень часто на два месяца на ту же самую помидоры проще согнать какую-то группу непонятную из какого-то, так скажем... Только не согнать, а нанять. Сначала нанять, потом согнать и выгнать без всяких там соблюдений трудового законодательства. И что потом эта группа будет делать здесь? Уедет ли она к себе на родину? Будет ли там строительство, извиняюсь, побираться и так далее? Ну, вот любой человек... Условная Астраханская область, извиняюсь, местная полиция, как она ныне называется, Она эту ситуацию знает, что там у товарища такого-то, сам помидоры в студенчестве собирал, Работает 100 человек в таких-то условиях. Если он это делает за бутылку коньяка, это одна проблема. Если он строит второй особняк, это другой вопрос. Но дело в том, что вот то, что никто не знает, не понимает и не видит, У нас мощнейшая, извините, правоохранительная система с мощнейшими органами. И кто не верит, может это самое, что-нибудь попытаться нарушить где-нибудь в метро. Это в Москве, а в Подмосковье там другая история. И в Подмосковье то же самое, смею, зависит. Нет, это в Москве. Любой СНТ, любой СНТ. Все все знают. Каждый человек, который с утра едет на дачу, видит, как после того, как МКАД переезжает, огромное количество вот этих с утра мигрантов, которые бросаются на машину и говорят, дайте нам что-нибудь поработать. Кто-то знает, что они там находятся. Либо это коррупция. Ну, либо, значит, это коррупция. Второе. В любом крупном СНТ всегда существует группа непонятных мигрантов, которые нигде не зарегистрированы, которые ходят по этому СНТ и говорят, хотите, поработаем, что-то сделаем. У них там своя иерархия, у них там свои молильные комнаты, у них свои, как бы сказать, старшие, младшие и так далее. Вы приводите пример СНТ, я приведу вам в пример стройку нового жилмассива, вот в котором я, грубо говоря, живу. Такая же ровная ситуация. Приходят люди и говорят, дайте нам какую-нибудь работу. Нам работодатель не платит, поэтому мы работать официальную часть не будем. Вот это вопрос, 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 правоприменение. Если они бродят и побираются, значит, уже нарушена законодательность. Почему вот в этой стройке не существует, как бы сказать, ответственности к работодателю, к хозяину, к правоохранительному органу, Международному отделу полиции, который должен это, как бы сказать, контролировать и так далее и тому подобное. Вот если вот эти три гидры прижать, это незаконное обогащение, то есть предприниматель, который, так сказать, нанимает и нарушает закон, крыша со стороны чиновников, которые существуют с местных, крыша со стороны правоохранительных органов, ну и откровенно сказать, никого не обижу, этническая преступность существует, которая все это дело на этом деле зарабатывает. Вот если вот это все закрыть, то ситуация будет измениться в лучшую сторону. Но мы понимаем... А кто это может сделать? Государство должно понять. Мы же понимаем, что если есть государственная воля... То есть фраза о том, что ведомство будет напрямую подчиняться президенту России, может нам говорить о том, что государство здесь все-таки будет иметь какой-то вес и сможет прижать вот тех, о ком мы говорим? Я надеюсь, но по опыту могу сказать, еще раз повторюсь. У нас, оказывается, мы в этой студии уже неоднократно выясняли, у нас столько распоряжений президента на разных уровнях, оказывается, не выполнено до сих пор. В части абсолютно там и затоплений и так далее. Комиссаров справа это... Расстрелы. Ну, я этого не сказал. Нет, ну а если во вселенной здравомыслия и обычного человека все-таки кто может... Просто вот это количество, еще раз говорю, это угроза национальной безопасности. Это неконтролируемая среда. Это экономические преступления, это бытовые преступления, это, извиняюсь за выражение, религиозное всякое напряжение и так далее и тому подобное. И, соответственно, если мы на этом вопросе не, как бы сказать, поставим точку и хотя бы не определимся, то у нас вот эти вот погромы, которые были в Париже, покажутся детским лепетом. Еще раз повторюсь. Мы должны, государство, мы, общество, должны осознать, и в первую очередь государство, что это национальная проблема, что это мина замедленного действия, которая рванет и время от времени взрывается. Вячеслав, а что исследования говорят на этот счет? Вот если мы говорим про напряженность, все-таки говорим о том, что есть сегодня вот это состояние такое тяжелое, тема больная, действительно, особенно после последних событий. В какую сторону мы движемся? Все-таки будет урегулирование? Пойдет на спад вот эта эскалация или нет? Ну, сначала в отношении исследований. Последние исследования в этой сфере мне очень показалось очень таким достаточно хорошим, которое провело от детства по делам национальности. Как раз по межнациональной напряженности по вопросам выяснилось, что, как проще сказать, ну, как бы условно сказать, что у нас идет процесс шаритизации негрантов. И для них уже, собственно говоря, свои устои, своя религия, свое, так сказать, раздавство гораздо важнее, чем вот эти все наши обычаи там, да, и правила, чем находящиеся. И они даже готовы свои правила отстаивать чуть ли не с оружием. Вот. Это, кстати, отсылка к тому, что говорит Георгий, что во Франции делается. Вот. Но больше всего меня удивило, что, в общем, картинка такая, достаточно объективная. Я думаю, сказать, да, я знаю, что они основывают здесь кружки. Мы не делаем, мы не занимаемся ими. Вот. Не делаем здесь ни курсов русского языка, ни проводим работу по интеграции, адаптации. Но они сами проводят, они сами создают кружки, где изучают культуру. Ведь некоторые рождаются здесь дети. Культуру, свой язык, свою религию, свои обычаи. Так что связанное место пусто не бывает. Но мне удивил вывод, который сделал агентство по делам национальности, что это находится вне компетенции агентства по делам национальности. Вот, собственно, спрашивает вопрос, а в чьей компетенции находится? Спросим Министерство внутренних дел. Он скажет, да нет, ну что вы. У нас вообще вопрос контроля надзорной функции. Есть у тебя разрешение, есть патент, нет патента, есть выключен, нет выключен, все. А это не наш вопрос. Минтру скажет, вообще у нас задача борьба с безработицей российских граждан. А трудовые миграции это иностранцы, это ИВД. И пошло, и поехало. Вот к чему, наверное, надо отсылать. То, что нам необходимо миграционное ведомство, которое смогло бы скоординировать. Правильно тоже говорил Сергей Иванович, что слишком много министерств и ведомств, которые здесь задействованы. И Министерство иностранных дел, только Минтру, задействованы здесь. Поэтому и Федеральная служба безопасности, конечно, имеет свои интересы здесь, безусловно. Поэтому оно должно быть таким соответствующим. Ну, что такое главное управление по вопросу миграции? Ну, это даже не министерство, собственно говоря. Оно, вот оно говорит, а мы только координируем. Мы не управляем ничем, ни за что не отвечаем. То есть, у нас получается вообще, как вот, я все время повторяю, как вы знаете, кто помнит царистский Аркадий Райкин, эту интермедиу, когда там пальто он померил, костюм померил, он сидит криво, косо, вот, и ему говорят, а вы что там, к пугольцам есть у вас претензии? Нет, пугольцы крепко держатся. Ну, а что вы тогда? Карманы тоже крепко, ну, все, а за костюм в целом никто не отвечает. Вот такая у нас сейчас ситуация сложилась. И вот по поводу того, что Георгий говорил, да, вот, кто-то должен определить. Вот, кстати, а кто должен определить? Вот как раз это ведомство, которое бы собрало бы, и вот здесь вот вопрос ключевой, компетентных специалистов, специалистов, экспертов настоящих, да, там, я имею в виду, там, от науки, там, ну, и даже, а у нас, ну, где угодно, те, кто занимается практической деятельностью и так далее, надо собрать нормально. Это как первая федеральная миграционная служба, Татьяна Регина, которая создала с нуля ее. Есть ли у нас такие специалисты, в общем, или мы сейчас снова войдем в положение, что нет, и здесь кадров у нас нет? Нет, есть кадров у нас очень много. Вот, поверьте мне, человек, который занимается этим уже достаточно долго, вот, у нас полно таких кадров, вот, и среди научного сообщества, и среди экспертного сообщества, и среди даже вот этих вот чиновников, вот, вот, но, к сожалению, мы все время, чиновников вообще мы теряем, да, создавая новое ведомство, мы, собственно, теряем кадры и так далее. Вот здесь, мне кажется, пора остановиться, надо создать нормальное ведомство, поскольку проблема мировая, вот, и совершенствовать его деятельность. Спасибо большое. Будем очень коротко режимировать. Давайте прямо сейчас, буквально в паре фраз, есть ли еще какие-то варианты по решению вопроса с миграционной политикой, по ее улучшению, если не создание ведомства, Юрий? Ну, создание ведомства – это не панацея. Кадровая политика нужна, нормальное обучение кадров, спрос кадров, в конце концов, учеты, контроль. Это, если нет учета и контроля, извините, со стороны контроля надзорных ведомств, то сколько ты министерств не создай, без толку будет. Спасибо. Георгий. Ну, я согласен, что это не панацея. Нам необходимо менять именно отношение к миграционной, к национальной политике и, соответственно, отношение к тем гражданам, которые сюда прибывают. Зачем они здесь, как я говорил, и вообще нужны ли они здесь? Сергей? Ну, мне кажется, помимо всего, что здесь было сказано, я думаю, не помешало бы, ну, так мягко говоря, создание некого, скажем так, научного учреждения, которое на такой фундаментальной основе эту проблему будет изучать и готовит различные, так сказать, рекомендации. Потому что до сих пор ничего такого внятного не было. То есть были отрывочные такие вещи, которыми занимались, там, в виде конференции, там, круглых столов и прочее, прочее. А такого фундаментального учреждения научного, где бы собраны были вот люди, которые действительно понимают, что такое миграция, да, какая миграция, так сказать, что нужно, анализ, статистика, все вот концентрировалось в этом. Вот этого нет у нас. Спасибо вам большое за ваше мнение. Мы будем следить за развитием событий. Действительно ли создадут новые ведомства или нет, узнаете в том числе и в прямых эфирах «Вечерней Москвы». Не забывайте оставлять нам обратную связь, друзья, в форме обратной связи прямо под прямой трансляцией. И, конечно же, оставайтесь с нами. До новых встреч.